Человек, которого зовут Дрор, задает вопрос. Дрор на бухарском переводится «занеси». Но на еврейце Дрор переводится «воробей». Интересно, очень и очень много слов, в которых на одном языке это одно, на другом языке это совсем другое. Дрор говорит, что один его друг был у одного большого рабая, и он попросил, чтобы раба его благословил и меня благословил, говорит Дрор. Раба говорит, кого ты хочешь, чтобы я благословил моего друга, его зовут Дрор. Он говорит, это имя вообще неправильное имя. Ты должен сказать, чтобы этот Дрор ко мне приехал. И когда я приехал к этому раба, он мне сказал, что вы должны имя поменять. Это имя Дрор не пойдет. Ты должен свое имя сделать «дов». Дов переводится «медведь». Воробей превратился в «медведя». И вот, говорит, я пошел в синагогу, попросил раба, чтобы он поменял возле Сефар Торы и в присутствии десятерых людей мое имя. И вдруг, после того, как я мое имя поменял, у меня проблемы за проблемой. У меня появились проблемы в жизни. У меня с женой большие-брачи проблемы, скандалы. Уже три месяца дома не нахожусь. У меня есть один проект, который я развиваю. Я вложил в этот проект много денег, и вдруг это остановилось. И мы не знаем, если это продолжится или нет. И еще другие проблемы. Я не знаю, почему, как только я имя поменял, у меня появились проблемы. Что я должен делать? Если, говорит, рабай один сказал одно, я не могу поменять его слова, говорит этот рабай. Тем более, что этот рабай, он очень уважаемый, великий человек. Если он сказал, что это имя нехорошее, ты должен поменять. Я не могу сказать по-другому. Потому что, слава Богу, он знает, что он говорит. Но насчет жены и насчет парноса, это очень и очень большая тема. Шалом баит. Если человек хочет, чтобы Бог ему дал благословение, он должен любить и уважать свою жену. Потому что Бог благословляет человека, благодаря его жене. И жена, конечно, тоже должна мужа уважать. Поэтому он говорит, ты с женой в нехороших отношениях, поэтому Бог тебе парноса не даст. И это не потому, что ты имя поменял, ты с женой скандалил. Характер ты должен свой поменять. Много людей думают, я имя поменяю, я начну летать на облаках, миллионы начнут ко мне ходить. Это не гарантирует, что если вы имя поменяете, что у вас все будет хорошо. Вы знаете, здесь была одна женщина, которая хотела, чтобы ее имя поменяли. У нее было русское имя. И потом она говорит, я хочу, чтобы мы ее имя поменяли. Она здесь была, мы ее имя поменяли. И вдруг, через короткое время я иду на поменьки, я говорю ее мужу, а где ваша супруга? Она не пришла на ушло вашей мамы. А он говорит, а у нее температура, постоянно температура, температура. Летом температура. Через 2-3 месяца, где ваша супруга? Температура. Через 9 месяцев обратно что? Спрашиваю, я говорю, а что температура? Да вот, говорит, никто не знает, почему у нее температура, у нее высокая температура. Температура, никакие лекарства ей не помогает, доктора не знают, что в дело. Она мне звонит, говорит, рабайство. В то время, как я имя поменял, у меня вдруг появилась температура, я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы обратно мое имя поменяли на русское имя. Ларошель, вы помните, она здесь была или забыли уже? Свет. Хайми не говорите. Она пришла сюда, мы ее имя обратно поменяли на русское имя, и температура упала. Поэтому люди думают, я имя поменяю, я начну летать. Гумарак говорит, машане, шем машане мазаль, машане мако машане мазаль. Есть вещи, которые вашу судьбу могут поменять. И судьба поменяется, но может быть хуже станет, или может быть лучше станет. Но сколько людей, я знаю, персонально, которые имя поменяли, и им это ничего не помогло. Они болели, они все равно умерли, они не женаты, и все равно они не могли жениться. Это ничего не даст. Всегда, когда я бываю на свадьбе, там вино остается после того, как мы сделали церемонию хупы, и много людей подходит, это вино пьют. И один человек, он постоянно это вино пьет, постоянно, потому что он всегда на свадьбе, он там работает, не буду говорить, кем он там работает, официант или электрик, не буду говорить, кем. Всякий раз, когда он говорит, он бывает на свадьбе, он говорит, где, где вино? И ему 36 лет, он еще не женатый. Я говорю, ты уже 20 лет это вино пьешь. Как ты видишь, это не помогает. То, что ты вино пьешь, вино, которое осталось от свадьбы, люди думают, агар ма менуша, маза мегирам, от хупы которой. Вот это тебе не помогает? Тебе 36 лет, уже скоро 40 лет будешь. Ты же видишь, что это не помогает. Много людей думают, я себя вино попью, от хупы, и я сразу женюсь. О, если ты не звонишь, ты не идешь никуда, не смотришь. Вчера в одном ресторане был singles event. Это значит, для молодежи, как говорится, они встречаются. И один парень говорит, Рабай, найдите мне невесту. Я говорю, окей, вот сейчас у них как раз таки сегодня будет singles event, через 2 часа иди. Я ему дал адрес, он из другого штата вечера. Он здесь сейчас пока в Нью-Йорке. И он туда пришел, ему говорят, ты не можешь зайти. Почему? Потому что, говорит нам по списку, здесь у нас уже reservation. И поэтому он не смог зайти туда. Хотя всегда, когда singles event, больше мальчиков приходит или больше девочек приходит? Он говорит, девочек больше, он говорит, мальчиков больше. На самом деле, девочек 10 раз меньше приходит. Чувак, доктора, из омикшан, доктора. Но обычно приходит, намного больше приходит мальчик, мальчики больше приходит. До такой степени, что они говорят, мальчикам это будет вход 20 долларов, девочкам мы еще дадим или бесплатно. Поэтому вы должны знать, что если человек хочет, чтобы у него судьба пошла, и сколько людей я персонально знаю, которым имя поменяли, и они до сих пор эти русские имена, американские имена продолжают использовать. Какой толк от того, что ты имя поменял, и когда тебя обратно зовут Ричард, ты обратно поворачиваешься. О, ты же свое имя поменял. Ты должен полностью это имя забыть, если ты так сильно хочешь имя поменять. Люди говорят, у меня нехорошее имя, поэтому у меня проблемы. Я говорю, я знаю сотни людей, которые такое же имя, как у тебя, и у них все хорошо. Имя менять, конечно, это надо, чтобы человек имел еврейское имя, хотя в Талмуде были мудрецы, у которых были нееврейские имена тоже. Если человек хочет, чтобы Бог был от него доволен, он должен соблюдать шаббат, он должен всегда посещать синагогу, молиться, тфилин завязывать, жена должна миг уходить, голову покрывать. А то, что они говорят, я имя поменяю, у меня вдруг миллионы клиентов будут проходить бизнес, это не гарантирует ничто. Поэтому раба ему советует, ты должен вложить много-много денег и внимания на свою жену, давать ей уважение. Ты должен ее любить по-настоящему, не просто нарочно любить, говорить, я тебя люблю, а на самом деле ты ее не любишь. Вот тогда, говорит, у тебя все будет хорошо. Когда ты любишь твою жену, ты ее, если вдруг она что-то говорит, ты исполняешь, ты ей уделяешь много внимания, только тогда, говорит, у тебя будет успех и удача. Потому что, говорит, человек получает благословение из-за своей жены. Бог говорит, ты свою жену радуешь, я буду тебя радовать. И поэтому он говорит, то, что у тебя проблемы в семье, это не потому, что ты имя поменял, а потому, что ты плохо обращаешься со своей женой, и тогда, поэтому это тебе ничего не даст, то, что ты имя поменял. Еще один вопрос на сегодня. Один человек, он проходит по улице и видит, что машину кто-то хочет продать. Много раз вы видите, там на улице Форс Эл, и там телефон, и там написано, какой год машины и сколько майлов он проехал. Человек прошел по улице, видит очень красивый автомобиль. Он позвонил, он говорит, да, сколько вы хотите за эту машину. Он сказал, большую тему или маленькую тему. Продавец указал низкую цену. Обычно люди, они хотят машину продать за 15 тысяч, они говорят 17 тысяч 500, 18 тысяч, потому что он знает, что если он скажет 15 тысяч, люди все равно будут торговаться. Если он скажет 50 долларов, люди все равно скажут, а сделают 30 долларов. Они должны поторговаться, иначе они ночью не уснут. И вот этот человек, продавец говорит, вместо 15 тысяч, обычно везде эта машина, он говорит, за 10 тысяч. и потом он говорит, а что вы так дешево продаете? Естественно говоря, это низкая цена, он говорит, потому что мне срочно надо продать, я должен срочно продать эту машину. Он говорит, я могу проверить эту машину? Да, он говорит, пожалуйста, можете проверить эту машину. Сегодня, когда вы покупаете машину, вы должны проверить ее. Есть такой веб-сайт, называется Fairfax, или Carfax. Carfax, да? Там он говорит, если это дилер, то им там мембершип они платят за весь год, а простые люди платят там за каждую машину там 10, 15, 20 долларов, да? Там все он говорит. Если там авария была, или flood, если репорт сделали, если репорт не сделали, это авария, то он ничего не может сказать. Когда вы inspection делаете, он там говорит, сколько майлов, если вдруг крутили, то тогда он уже будет знать, понимаете? И так он взял эту машину к механику, механик поднял это, посмотрел, все нормально, все выглядит очень хорошо. Он говорит вам, 10 тысяч, большое спасибо. Этот рувейн едет на машине, радостный. Я купил очень хорошую машину, очень хорошая цена. Никакой frame damage нету, никакой там flat, он не был. Короче, хорошая машина. И вдруг он заезжает, мол, мол, как говорят на русском, шопинг-центр, место, где люди делают покупки. И там в Израиле, они все проверяют, чтобы там не было бомбы, чтобы там не было проблем. И когда он начал заезжать security, вдруг security его остановил, начал проверять, стоп, ты не можешь заехать. Что случилось? Там, говорят, у тебя бомба. эта машина, оказывается, мафиозники хотят этого хозяина машины ликвидировать. Они хотят его убить. И они знают эту машину, и они туда поставили бомбу. А эти мафиозники не знают, что уже хозяин машины и поменялся. Он говорит, я, говорит, сразу они позвали полицейских, сразу они людей отдалили, чтобы эта бомба не взорвалась. Робот пришел, эту бомбу взял. Короче говоря, они, слава Богу, никто не пострадал, и бомба не взорвалась. И теперь он пришел к этому продавцу, говорит, слушай, я, говорит, не знал, что ты связан с мафией, и они хотят тебя убрать. Ты мне поэтому машину продал дешево, потому что ты хочешь, чтобы я, не дай Бог, взорвался. Он говорит, нет, говорит, ты должен верить Богу, что на каждой, на ракеты, на каждой бомбы имеет свой адрес. Вот видишь, ничего с тобой не стало, Бог тебя оберегает, ничего с тобой не будет. У меня тоже несколько раз они бомбу ставили, и слава Богу ничего не было. Они просто пугают, он говорит. Это я вам говорю, что они просто пугают. Здесь так не написано. Как вы думаете, он имеет право свои деньги обратно забрать и вернуть машину или нет? Итак, если этот человек купил машину, ему не сказали, что эта машина, мафиозники охотятся, чтобы убрать того, кто хозяин этой машины, они не знают, мафиозники, что хозяин поменялся. Они знают, что это виндомбер, они смотрят на виндомбер, они знают марку машины, цвет, и поэтому, хоть даже он уже эту машину паркует в другом месте, они все равно бомбу поставили. Поэтому, если вы купили какой-то товар и вам не сказали какую-то важную деталь, вы имеете право этот товар вернуть, это считается, что вы ошибочно это купили. Поэтому, так как это не шуточный разговор, это жизнь и смерть, это очень и очень важная информация, он должен попросить прощения у того, кто купил, продавец должен Мехалё попросить, что ты его жизнь поставил под опасность. Не дай Бог, ему семья может там быть, может произойти взрыв, не дай Бог, он может умереть. Поэтому, он обязан эту машину обратно взять и деньги ему полностью вернуть. Парухану на лаулам, амин ваамин.